Дорогие друзья, всем привет! Перед вами Horizon Forbidden West, и мы продолжаем прохождение сюжетной кампании. В данном случае мы находимся посреди пустыря, там громозяка, ух ты, ё-моё, а лучше нам отсюда текать. Ведь наша цель это отправиться в сердце, собственно долинников, тут они ошиваются, и здесь живет самый главный вождь Хикара, так его зовут. Вот он нам короче дал задание, тут короче вот с этими, как они там высотники называются, или как их там, короче, клан связанный с птичками, вот. Вот мы тут решили их проблему, в данном случае выбираться они не хотели из своей крепости, которая обосновалась тут, ну и мы их как бы немного развалили, и теперь они вынуждены идти на призыв главного вождя Хикара, короче вот сюда. У них здесь будет небольшой такой хилерутик, как они его кличут, то есть сходка главарей, ну чтобы выбрать конечно же самого такого распальцованного, чтобы он ходил и наводил порядок в местном округе. Ну короче говоря, шерифа они будут выбирать. Вот, ну а мы тем временем затесались помощники, и наша задача прямиком отправиться уже посмотреть, чего мы там добились. Да, и обязательно посмотрите предыдущую часть, потому что битва здесь была такая серьезная. Короче, громозев здесь был, буревестник, ох просто. Сражались мы конечно не на шутбу, а всерьез, это было что-то с чем-то. Так, и вот мы уже подходим к нашим долинникам. Надо, кстати, у костерка немного переночевать, просто в темноте не хочу туда идти к ним. Давайте-ка сойдем-ка. Ай, подождите, костерчик у нас немного дальше дальше подойдем. Вот. Так, и что там у нас? Быстрое сохранение. Ага. Ну как была ночь, так и осталась. Ну тогда к черту. Погнали уже как есть. Она с нами. Пропустите. Чужеземка. Вождь Хикара и Шериф Катала ожидают тебя. Ну ништяк. Роща памяти. Кулирут скоро начнется. Когда он закончится, я смогу попасть в комнату под троном Хикаро. К эфиру. Страница. Вождь ждет тебя на арене. За тронным залом. Угу. Тут еще и арена предусмотрена. Текст, текст, текст. Ага. Вот сюда, значит. Похоже, это путь к арене. Так, в прошлый раз я тут находил всякие тут надо... О, да-да-да-да. Нужно не забывать помечать вот эти коллекционные предметики. Ну, чтобы потом разом их как-то прослушать. Вот. Так, здесь там у них собрание. Тут что-то есть интересное. Вроде пока не замечаю. У них же это вроде как святое место, поэтому здесь столько артефактов. Это была другая часть здания. А теперь площадка для боев. Это пригодится. Подождите-ка. Что-то интересное я получил. Это определенное что-то с чем-то. Ух-то, е-мое. Шрифтинак. Вот это, конечно, да. Вот такие как попугаи какие-то. Так, очень редко, очень редко. Хм... То есть у нас наряд знахаря своеобразный. Тут у нас охотник. Ну, охотник с рожками, конечно. А тут вот такой вот рог у нас. Огонь смотрится, конечно. Угу. Ну, у меня тут уже немного прокачано. Да и вообще, в целом, броня получше как-то само... Ну, характеристики нам дает. Давайте чисто по приколу выберем. Сейчас ее. А там уже, если что, поменяем это у нас. Так, пришли-ка. Там же ячейка есть. Ячейка заблокирована? Нет, в смысле, одна же открыта вроде как. Пустая ячейка. Ну... О, спать. Так, ясно. От электричества. Так, я не знаю, с чем мы сейчас столкнемся. Но, может, точно какая-то хрень да вылезет. Поэтому давайте от огня защиту поставим. Стандартная у нас как бы. Так, окраску можно еще вроде как применить. Ну-кась. Я не знаю, какую окраску я применяю. Но что-то точно применяется. Выглядим, конечно. Ну так себе, ну давайте. Элой. Похоже, ты сдвинула горы, чтобы повергнуть небесников на землю. Буквально. Катала помог. Да. Текоты поставили на место на глазах у всего клана. Вы отлично справились. Но теперь главное Кульрут. Кто-то пришел сражаться. Кто-то посмотреть. Знают, что регалы объявятся. Я выполню свою часть уговора, если ты не забудешь о своей. И какой у нас план? Катала. Есть два пути наступления на арену. Через стронный зал и по тропе с севера. Мы везде поставили заслоны. Но если регала приведет на Кульрут машины, ей придется атаковать со стороны тропы. Встанешь с нашей обороной там. Отбей атаку, и у меня будут шерифы. Выполнишь свою часть уговора и получишь обещанное. Если что-то нужно, подготовься. Когда начнется Кульрут, назад дороги не будет. Так, и тут нам так намеком дают понять, что сейчас будет мясорубочка у нас. И арена здесь не проста. Так, ну-ка, сохранители. Ну, это мы все спрашивали у нее в предыдущих частях. Ну, давайте, в принципе, мы приступим. Покончим с этим. Хорошо. Найди деку у северного заслона среди защитников. Сила десятых с тобой. Встретимся, когда все закончится. И все, да. Слушайте, а на арену сигануть можно, интересно? Ну, я просто там вижу уже вон какие-то эти есть. Цветочки там вон раскинуты. Так, ну понятно, понятно. Чувствуется, а на арене буду я сражаться, а не шерифы. Ну, такое бывает. Так, подожди-ка, давайте наверстаки попробуем улучшить вот эту новую броню. Текст, ну, да. Улучшить это, сказать, с натягом. Но, тем не менее. Такое ощущение, что они меня обвиняют. У-у-у-у-у-у. Мы не можем отдать рощу Регалит. Не опускай клинок, чужеземка. Не заслуживай это, на правду. Ах! Это же Декота, и его гранина. Моя сила, твоя сила! Да направят тебя десятые! Чужеземка. Не думала, что сам предводитель Небесников присоединится к нам. Если на моих претендентов может напасть Регалла, как предводитель я должен встать на их защиту. А может тебе просто надо сохранить лицо после вала? Осторожней. Острый язык легко порезать, а быстрее копья. Лучше побереги своё копьё для воинов Регаллы. Уделала, короче, она его. Ну вот, сиди на камушке. Так, ясно. Ну, в целом, здесь больше нечего хватать, я так понимаю. Что пудово, сейчас будет какая-то этот. Ладно. Защитники Хикару должны быть в конце траншеи. Ну, допустим. Точно сейчас будет какой-то махач. В сегодняшнем кровопролитии виновата только Регалла. Каналлы должны объединиться и признать власть Хикар. А как мне подняться так к вам? А, господи, инфраструктура не наложена. А, понятно. Оказалось, всё очевиднее некуда. Сначала машины. Избавимся от них. И Регалла потеряет своё главное преимущество. Да, духовница. Прикрывайте друг друга. Вольно. Солдаты готовы. Они защитят Кольрут внизу. А поверху... Неплохо. Где вы это взяли? Наш отряд сорвал её с поверженной машины. Используй её, Элой. У Регалы много уловок. Но ты сможешь её удинить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кольрут начинается. Наше дело требует новой крови. Новых лидеров. ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выпускайте их. ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый, кто победит машину, будет объявлен шерифом. Помните о десятых. Бейте сверху, как они. И победа будет вашей. ИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Вот так вам, лохи. О, горите, сволочи. Да ты что там творишь, господи, со своей пушкой? Так, понятно, вот вам камушки. Мозоруга принтащили ещё. Так, орудие на флангах. Минус один, так, ты где-то побежал, дружок. Опачки, вот эта каракадица подоспела у нас. Ох, чувствуется, я там на материалов-то насобираю. Это ещё не все. Там. Что это? Я не знаю. Держите оборону! Беги! 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 КОНЕЦ Давай к орудию! Я подмоню её поближе, а ты стреляй! Эй! О, как! Сюда, червячина! Так, а ты чё, блин, за века такая? Надеюсь, что надо хоть пару раз попадут из баллисты. Попадут куда следуют. Давайте сразу ловушечки жмём. Так, случила нам не пихила она. Ничего-ничё, сейчас мы её остудим немножко. Вроде как она, этот, в водичке боится. Так, а мне было 30 тебе урона. Ну, конечно, я огонь подготовился, у меня все пострелы есть. Охренеть, пена, меня ещё никто такой суражил. Давай, давай, я вас суражил! Лен, мы слишком в открытую суражаемся, надо немного сдать назад. Итак, что же она не любит, эта тварь? Давайте быстренько посмотрим. Так, чё у неё? Уязвимость огонь, холод и, короче, непонятная хрень. Значит, бьём огнём. Так, одна есть. Всё, сейчас мы её быстренько вскроем. Вот это мы мошкам дарили. Пофиг, берём теперь чё-то рассекающее так. Создать не можем плохо. Попробуем сейчас вот этим фигачить её. И огненными бомбами, которых у меня нет. Ну, ничего. О, поджарили мы знатно её. Так и надо. Теперь чуть-чуть застреливаем, давайте. Это убегает застренца. Подальше от полиции! Увози её от полиции! Так, увозить подальше. Ну, как это сделать-то нормально? Отвлекаем, как надо. Так, ты это, бьём сумма электричества, курач из меня. Да, стреляй, уже едут. В конвульсиях бьют. Вот это разозрало, конечно. Паршиво, нужны снаряды. Паршиво, не то слово, ничего. Дожмём снаряды сейчас. Так, давай, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть на клинки прям собираем. Вот так тебя. Ну всё. Так, и бомбастишь. Да, Синфантастик. Наконец-то. Ненавидим. Наконец-то. Регало пошла к Хикаро и Катау. Надо их найти. Сейчас мы найдём и надёпём им задницу. Главное, ничего не пропустить. Вкусненького. Так. Блин, хотел красиво сделать, но не получилось. Что-то меня спасёт. Эх, теперь прыгаем. Опа. По косичкам, по всем этим. Защитница! Перейди к вождю! Бежим со всех ног. Пацаны, бежим все вместе. Так, трудный зал. Тут что завалило, что... А, нет, дальше, понял. Тут что-то... Поехали! Это еще не конец! Я вернусь со всей своей армией! И всех, кто поддерживает Хикарро, я уничтожу! Все смирно! Вы молодцы! Проявили себя в бою с врагами из плоти и железа! Вы все теперь шерифы! Ваша первая задача — убить оставшихся мятежников на арене! В бой! Моя вина! Нужно было убить Регалу! А теперь она вернется с новыми машинами! Станет сильнее! Я помогу вам, чем смогу! Ты уже помогла! Гораздо больше, чем мы договаривались! В нашу первую встречу ты рассказала, что пытаешься спасти весь мир! Тогда я не знал, стоит ли верить тебе! Теперь я верю! Так иди и выполни свой долг! А ты будешь... Залечивать раны! То, что ты искала, — твое! Твои подвиги будут помнить как подвиги десятых! Наконец-то! Эфир внизу! Офигеть! Просто подвал открыли, и все! Интересно, сколько у него там закаток? Ну ладно! Так, ты, господи... Что это за место? Ну, через жопу спускаемся, ну ладно! Вот! Консоль! Ух, как тут! Симпатишно! Ну, давайте попридержим коней! Ну-ка, нужно же все исследовать! Мы же так просто не можем! Так, вон там какая-то штука, надо отсканировать! Так, все, отсканировали! Потом можно прослушать! Давай, Эфир! Пора домой! Домой! Домог... Гей! Домог... Ну и все! Лишили самой главной святой штуки! Теперь нам понятно послание десятых! Смотри! Это то самое видение, о котором говорил вождь Хикара! Все видения изменились! А вот это... Появилось! Так, сверху что-то новенькое появилось! Надо заглянуть к ребятам! Эть, ема... Давай! Элой, сюда! Поговори! Элой, сюда! Подойди! Ух, как интересно! Тут появилось это... Видения по всей рощи изменились! А вот это... Только появилось! Это ты сделала? Видения изменились! Вот что вдохновило вождя Хикара! Это новые заветы, предтечь? Услышьте слова, что объединили всех нас! После трагических событий на войне, Энн Фарадей, главная сторонница мира, обратилась к народу, алчущему надежды! Если взглянуть в будущее, через призму прошлого, вот наши страхи! Войны против машин, нехватка еды и воды, бури, гонящие нас из домов! Но истинные храбрецы встречают эти страхи с уверенностью, встречают, сплотившись воедино! Своими усилиями по сохранению мира, эти храбрые мужчины и женщины, шерифы Нового Юга Запада, укрепили мою веру в то, что, объединившись, мы можем одолеть любого врага! Поверьте вместе со мной! Поверьте вместе с нами! И мы вместе создадим мир без войн и нужды! К службе готов, предводитель. Я пойду с тобой. Но ты нужен Хикару. Теперь у него есть новые шерифы. И созыв кланов не останется без ответа. И я хочу помочь в твоей битве. Помочь всем, на что еще способен. Вот так я решил. И как отказать такому? Зо, у нас появился новый друг. Пожалуйста, встреть его у холмов и проводи в наш лагерь. Конечно, Илой. Иди к горам к западу от песни долины. Мой друг встретит тебя у подъема. Я приду, как смогу. Твой друг? Звучит любопытно. Ребзи. Пора отнести эфира к гея. Когда я забрала его, другие голограммы тоже поменялись. Стоит взглянуть. Не знаю, как у вас, но у меня аж мурашки по коже пошли. Все-таки как-то эпичный этот моментик. Что так ребята все-таки дружно объединяются. И всякая вот эта муть новая начинается. Теперь у нас новый компаньон в нашей бравой команде по спасению мира. наша команда мстителей как местного разлива растет. Что тут? Собиратель черных ящиков. О, что-то новенькое появилось. Да, нет. Вернее, это было. Просто как-то не отмечалось на карте. Ну ладно. Два новых задания. Ух, нам, короче, еще пахать да пахать тут. Итак, наша цель тут вернуться на базу. Ну что же. Я думаю, как раз-таки сейчас стоит вернуться. Так быстренько поместить нашего эфира куда надо. А после уже соответственно идти дальше. А вот мы на месте. Так. Что-то здесь уже горит новенькое. А, не-не. Это у нас... Да-да-да. У костра здесь часа начали мне встречаться такие ребята, которые рассказывают местные слухи. Грубо говоря, куда сходить, пойти и найти коллекционную штучку. Ну, либо, например, где находится какое-нибудь здание предпечи. Ну, типа небоскребик. Оп, и мы на месте. Так. Вот такой потайной гаражик у нас. Вот так. Ого! Ты не молотом тут мажешь, Эрэнд. Давай-ка попробуй помягче. Мои пальцы сосиски помягче не могут, ясно? Верни назад. По линии. Правее. да правее. Видел, видел. То, что Элой нашла на севере. Есть. Называется вроде «Вечер на монотонном кряже». Вот это музыка! Элой! Эрэнд, тебе уже лучше. И ты здесь. Только ты способна спасти этот мир. Будем быстро учиться, сможем помочь. А подмога тебе не помешает, да? Но впереди еще много занятий, конечно. За один день охотником не станешь. Каждому ростку свое время. Но расцветают все. Знаешь, пришел твой друг Тенакт. Каталла. Говорят, их воины пьют кровь. Может, нам по очереди спать? Думаю, с него крови уже хватило. Я проводила его в одну из комнат. Кажется, он любит быть один. Похоже, у вас тут все под контролем. Надо отдать это гея. Да. А мы продолжим наши упорные занятия. Эти глифы мне уже снятся. Ну, пока кое-кто бродил по окрестностям, я поработала с геей и нашла информацию о духах Земли. И мне кажется, тебе занятия не повредят. Идем. А, да. Ладно. Кстати, я доставил сообщение Талане. Она отправилась на юго-запад в лагерь Азерам, которого искали. На мой взгляд, предтечи слишком часто ели животных. Некоторые из них питались как утар. Они звали себя вегетарианцы. Судя по этим записям, из еды предтечи уважали только какой-то шоколад. Так, ребята, как говорится, культурно одухотворяются. Ну да, вроде прибрались здесь немного. Прошлая радость, было разгромо-шатание, а сейчас вот уже что-то высаживают. Скажем так, ажура навели тут. Интим такой напустили. Ну ладно, прикольно. Давайте пообщаемся со всеми. Привет. Привет. Варрел дал тебе визор. На мне он не так здорово смотрится, но кузней клянусь, сколько ж через него видно. В том числе ужасного, типа кончины мира предтеч. Все еще не могу уложить все это у себя в голове. Я никогда не понимал, как ты сумела найти мою сестру там, в Доме Солнца. А теперь понимаю. Кажется. Думаю, я на что-то сгожусь. Ну там... Со временем всему научишься. Да. Значит, теперь ты в курсе, кто наш враг? Врать не буду. Когда Варрел заявил, что эти мерзые явились со звезд, я решил, что он лечебных ягод обожрался. Но с тобой поведешься таких странных вещей, навидаешься. И все они почему-то хотят нас убить. Да. Это точно. Осваиваешься? Варрел помогает мне понять, что к чему, правда, от него иногда и слова не дождешься. Не знаю, кто его волнует больше, Гея или наша подруга Утару. А что насчет авангарда? Разве тебе не нужно командовать именно востоке? Я отправил в Меридиан людей с посланием. Сомневаюсь, что Ават запретит мне помочь спасительнице Меридиана. Значит, ты познакомился с нашим Танакт? Он тихий. Я думал, все в его племени кровожадные психи. Нельзя же верить всему, что говорят. Да. Ну, раз ты ему доверяешь, могу и я. Значит, Талана приходила? Прибежала и убежала. А я-то думал, мы хоть выпьем с ней. Единственная веселая карха из всех. Но, похоже, у нее было слишком много срочных дел. Пожалуй, пойду. Лады. Иди с миром. Так, интересные новости. Ну, долго, конечно, мы отсутствовали. Ого, здесь все как будто оживает. Ага. Гея разместила все данные из твоего визора в этот архивный зал. С помощью визоров мы сможем изучать их в своем темпе. Ну, между тренировками. И если нужно, сможем сражаться за тебя. Хорошо. Спасибо. Как идут занятия с Зо? Мы и правда много занимаемся. В основном. Она уже читает глифы намного быстрее меня. Глупо отказываться от ее помощи. Конечно. Нашли что-то интересное? Мы закончили с дневниками, которые ты собрала на землях Нора из горой Великой Матери. Трудно представить, что наши предки были заперты там без знаний и наставления Аполлона. Спасибо, Теду Фаро. Да. Интересно, каково им было наконец выйти на свободу? Мир, наверное, показался им прекрасным. И очень опасным. Они же были совсем детьми. А стали целым племенем. Похоже, я ошибалась по поводу зенитов. Их корабль не взорвался по пути к Сириусу, как все думали. Мы видели, как они врали о лучшем будущем в своем комплексе. Похоже, они соврали и о своем корабле. И все же племя, летящее среди звезд. Я не сумела даже поцарапать их щиты варм. Один зенит чуть не убил меня. Но ты смогла восстановить Гею. И мы используем против них Гефеста. Будем надеяться. Ты, наверное, уже поговорил с Катало? Я хотел почтить память погибших во время засады на посольстве. Сказал, что никогда не видел такой отваги в бою с машиной. Он ответил, что не нужно хвалить воина за выполнение долга. На мгновение показалось, что с матерью говорю. Никогда бы не подумал, что у Тенакт и вождя Нора так много общего. Талана тут, наверное, не задержалась? Ты угадала. Что такого сделала этот омадец, чтобы она так о нем пеклась? Мне она об этом не рассказала. Должно быть дело серьезное. Думаю, расскажет в свое время. Как все справляются с визорами? У всех у нас свои трудности. А у Эренда их больше всех. Но надеюсь, упрямство озерам победит. Как тут у вас дела? Ну, мы привыкаем. Стрелы тут пока не полетели. Сможешь присмотреть тут за порядком? Если Эрент перестанет слушать одни и те же песни раз за разом, наверное, мы справимся. Походу, Эрент у нас подсел на тяжелый рок. Ну, ладно, ладно. Так, что у нас скажет Зоа? Ну, блин, по-человечески к ней не подойти. Ну, ладно. Варлу нравится заниматься в компании. Вместе учиться проще. Возвращалась в песню Долины? Думала об этом, но я не нашла бы, что им сказать. Хор и так уже считает меня колючкой в одежде. Знали бы они, что мы сделали с Фа. Даже если бы они поняли, им не удалось бы осознать все это. Нет. Пока назад в племя мне дороги нет. чем занята? Гея составила перечень глифов, которыми писали предтечи. Она помогла расшифровать часть собранных тобой данных и показала, чем может помочь визор. Это непросто, но вроде получается. Рада услышать. Вижу, ты обустроилась. Гея сказала, это место построено для нас, чтобы мы управляли землей с помощью ее системы терраформирования, ухаживали за ней, как духи земли за полями песни долины. Так странно, что забота о жизни вокруг исходит из этого железа. Гея рассказывала что-нибудь о зенитах? Да, хотя поверить в это мне было сложно. Представить, что среди звезд есть места, где жизнь может свести, как здесь, это нелегко, мягко говоря, и очень грустно, что эта жизнь жаждет уничтожить всех нас. Кажется, ты познакомилась с Таланой? Да, охотница Карха. Я не видела таких доспехов с красных набегов, но Варл сказал, и ей досталось от безумного короля солнца. Да, она из хороших Карха, поверь. Пообщалась с Каталу? Чуть-чуть. Тенакт недолюбливают нас, чужаков. Ты произвела на него впечатление, раз он пошел за тобой. Итак, ты говорила с геей? Да. Она согласилась поделиться со мной историей мира предтеч. Рассказала об их кончине и о подвигах ее создательницы Элизабет Собак. Я удивилась, поняв, что это ты. Ушедшая, но возрожденная. Правда, я совсем не понимаю, как. Ты же уже познакомилась с Эрендом? Конечно. Друг Варла и мой друг тоже. Хотя этот друг очень громкий. Ладно, пожалуй, мне пора. Тогда вернусь к занятиям. Да, в целом у них новости однотипные. Мы собрали в тот ящик немного припасов. Бери, что нужно. Это интересно. Ух, сколько всяких вкусностей просто. Ребята, ребята поднатужились. Но если это наша база и эта штука будет пополняться, то это будет суперским. Итак, тут видно огонюшки горят. Здесь конкретно на что? Кто-то принес сюда часть моих вещей. Алло, ты нашла свою комнату? Твои спутники решили, что тебе пригодится личное пространство. Очень милый с их стороны. Да, действительно, особенно, когда самое первое снаряжение у нас оставили тут. Мое старое копье. Раз ты помог мне сделать его, когда я закончила обучение. Это было так давно. Когда Варл нашел меня на полигоне Аида, я будто увидела Раста. Вряд ли он бы смог понять все это. Понять, что я должна сделать. И все же жаль, что его больше нет. Так, ну я думаю, мы подробнее это будем все осматривать вообще в процессе нашего всего прохождения. А то так за один раз все рассмотреть, посмотреть, но я думаю, это будет не очень атмосферно. так, где у нас катала вообще сидит? личный кузнец. Ага, не очень будет. Кажется, комната изменилась. Твоих рук дело, гея? Да. Я настроила дисплей, чтобы отметить котлы, из которых ты получила данные. Вот. Тут что-то интересное. Так, что-то можно интересное сделать? Ну-ка с... я хочу летать уже на этих птичках. Так, это у нас тучерез. Главное нерв тучереза и хвост бритва тучереза. Нужно раздобыть и я, скорее всего, смогу их захватывать. Угу. Ну, надо будет это просто-напросто иметь в виду. Так, давайте с каталой пообщаемся. Элой. Рада тебя видеть. У тебя, наверное, целая куча вопросов. Мне рассказали про врагов и их намерения. Меня представили видению, что тут живет геи. И дали мне визор. Не буду врать, я мало что понимаю. Но пока мне надо знать, где тренировки и когда бой. Что ж, добро пожаловать. Что ты там изучаешь? Мне показали, как расшифровать символы, что показывает визор. Я попробую понять оружие, которое ты применишь против врага. Этот Гефест, он что, сможет сделать машины под властные геи? Да. И сколько? Сколько понадобится. Какая мощь? Обладал ли такой хоть кто-то? ты узнал, кто наши враги. Появились какие-то вопросы? Мне очень трудно понять все это. Прилетели с небес неуязвимые броня. Это пока. План сражения твое дело. Я просто готов идти за тобой в самую гущу врагов. Что скажешь о нашем отряде? Они прямо рвутся в бой. Но признаюсь странно видеть среди нас Утару. Из фермеров выходят плохие солдаты. Когда мы отбивали этот лагерь от машин, она отлично проявила себя. Любопытно. Возможно я не прав. Я пойду. можешь навещать Хикару и свой народ. Двери всегда открыты. Ладно. Да пребудут с тобой десятые. Интересно, сделает ли ему гея какую-нибудь там кибернетическую руку? Вот это будет конечно вообще кибербанк тут серьезный такой. Ну ладно, пора уже точно отправляться к нашей гее. с возвращением элой. Когда будешь готова, проведи мое слияние с эфиром, а потом мне нужно обсудить с тобой важное дело. Посмотрим, что тут у нас. так мы там одну штучку разблокировали. Опачки что-то творится. Непонятно что, но что-то творится. Ой, красота какое. А, то есть это внешка просто такая обложка меняется. Е-мое сейчас ребята там зайдут сюда охереют. Ну ладно. так, и что ты хотела обсудить? Пока тебя не было, я получила необычную передачу на выделенной для Элифии чистоте. Элифия вспомогательная функция, которую ты не могла засечь. Да. Передача шла так медленно, что сперва показалась мне случайными обрывками данных среди цифрового шума. Но я нашла последовательность и со временем сумела собрать полное сообщение. Координаты. Куда они ведут? Это гора к северо-западу отсюда. Предостерегу тебя, Элуй. Возможно, это настоящая передача. Но также возможно, что ее отправил кто-то или что-то другое. Ты думаешь, это не Элифия? Я не уверена. Что такое СОС? Это древний код. Сигнал бедствия. Отчаянный зов на помощь. Зачем Элифии слать шифрованное сообщение на частоте, известной только вам двоим? Думаю, это было сделано, чтобы избежать обнаружения. Или для того, чтобы создать видимость такого намерения. Также я не понимаю, почему Элифия могла счесть, что я приму этот сигнал бедствия и отвечу на него. Она должна считать, что меня больше нет. Что ж, или Элифия в беде и звала на помощь в надежде, что ты жива? Или кто-то другой пытается привести нас в то место, притворяясь Элифией? Я предположила так же. Могли эту передачу отправить зениты? Согласно данным, полученным из твоего визора, зениты нашли другое основное ядро гейна испытательном полигоне Аида. Можно предположить, что у них есть доступ к моим выделенным частотам. И... возможно они ждут, что ты ответишь и обнаружишь себя? Возможно. Однако передача крайне непостоянна. Если бы они хотели меня спровоцировать, то сделали бы ее более регулярной. Пожалуй. Может это и не они. ты сказала, что координаты ведут к горе на северо-западе. Что там? У меня нет записей об объектах в той местности. Ясно. В том сообщении было еще одно число. 237. Что оно значит? Я провела поиск по доступным базам данных, но не смогла найти ничего подходящего. Возможно значение числа станет ясным в указанной локации. Ладно. Отправлюсь в то место и поищу источник передач. Одна собралась? Ха! Но нет. Я подключила Эренда и Варла к разговору через их визоры. Я согласна, что тебе не стоит идти одной. Вдруг это ловушка? Может быть и ловушка. Но если это Элифи, тогда она в беде и я должна ее вызволить. Не волнуйтесь, я буду осторожна. Мы пойдем с тобой. Ладно. Тогда собирайтесь. Хочешь улучши снаряжение, а мы будем у западного выхода. Так, новый интересный кипиш у нас намечается, ребятки. Ну, я думаю, то, что отправимся к точке сигнала СОС, мы уже в следующей части, а пока что всем спасибо, кто смотрел, ставил лайки, комментировал и, конечно же, подписывался. Всем удачи, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok